Аааа! Мои документы, все документы улетают со стола! И чак-ду-закрук-ду! А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить 60-й квадратный любовный кубик. Погнали! Так почему бы не сделать нам небольшую передышку? Я заварю тебе какой-нибудь шикарный кофе, который мы оставили на случай визита крутых художников. О, это мой стол, так что можешь присесть здесь? Ну, ладно. Я сел именно на то место, по которому похлопала Акира-чан. На жопу. А потом она побежала заваривать кофе. Значит, за этим столом работает Акира-чан. Конечно, не мне садить, но на столе был полный бардак. Но всё же куча записок и конвертов отражали подобную Акире целеустремлённость. М? Что это? На её настольном календаре вокруг сегодняшней даты был нарисован цветок и указанная заметка. Сеанс раздачи автографов. ИЧИ, СДЕЛАЕМ ЭТО! Акира-чан. Я вспомнил то, о чём главный редактор сказала мне. И потом это меньшее, что я могу сделать. Она всегда так реагирует, но она и вправду работала, не покладая рук над моим повышением. Ладно, Ичи, кофе готов. Погоди-ка, ты чё ототрёшь свои глаза? Сенная лихорадка? Нет. Мне просто внезапно что-то в глаз попало. Я уже в порядке. Ну, как скажешь. Вопросительно посмотрев на меня, она передала мне чашку с кофе. Сев на стол, стоявший рядом со мной. Она подула на свой напиток, чтобы остадить его. После чего отхлебнула немного. Когда я пью что-то тёплое, я внезапно для себя же осознаю, как же сильно я устала. Ай, чёрт, ты только посмотри на это, у меня чёлки порвались. Сейчас мне только чёлки порвутся. Ох, я совсем не заметила это. Что ж, полагаю, я целый день бегала по своим поручениям. Впрочем, у меня всё прошло не так уж и ужасно, в отличие от твоего подписывания всякой всячины целый день напролёт. Ну вот, она снова преуменьшила свою ситуацию и насмешливо показала мне свой язык. Это неправда. Ты ведь сама занималась планированием и организацией. Именно поэтому я и смог успешно пройти через это. Мой взгляд упал на мою чашку с кофе. От слов главного редактора моё сердце по-прежнему сильно сжималось. Ты так думаешь? Ой, я не уверена на этот счёт. Ну это здорово, что это увенчалось ещё большим успехом, чем я ожидала. Сестрёнка переживала за тебя, понимаешь? То есть, что если бы это оказалось полной катастрофой, от которой ты никогда бы не смог оправиться? Но, к счастью, Иори-чан и Надока-чан сделали для нас небольшую рекламу. Эти двое и вправду что-то с чем-то. Они мне не ровня. Несмотря на факт того, что она улыбнулась в выражении её лица, прослеживался небольшой оттенок грусти. Она же опустила свои взгляды плечи. А Кира-чан. И прежде чем я успел обдумать свои действия, я обхватил её маленькое тельце руками. А, И-и-и-и-чи? Чё-чё-то вдруг на тебя нашло? Я просто подумал о том, как же я по-настоящему искренне благодарен тебе. Да, я идиот, и я уверен, что упускаю из виду многое, но... Я знаю, что ты изо всех сил поддерживаешь меня за кулисами. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Ее голос звучал спокойно. Она же обвела меня своими тоненькими ручками и погладила по спине. Когда я слышу, как ты говоришь такие вещи обо мне, я становлюсь настолько счастливой, что даже готова расплакаться в любой момент. Но разве я не говорила тебе постоянно о том, что именно ты и выполняешь всю тяжелую работу? Я всего лишь протянула тебе руку помощи, только и всего. Так что ты не должен благодарить меня. Ты и вправду работал, не покладая рук, чтобы стать таким человеком, которым являешься сейчас. Хороший мальчик, хороший мальчик. Ты еще, блин, за ухом пощеши. Прошептав милые слова мне на ушко, она обняла меня так, будто обнимала не меня, а маленького ребенка. Потом она легонько отстранилась и обхватила мою щеку своей рукой. Блять, что? И че... Акерачан. Я пришла и поцеловала тебя в офисе. Я приобнял ее за талию. А потом жестко выебал. Знаешь, ты повышаешь мою надежду, идиот, и че... Она крепко обнимает меня. Обнимая ее в ответ, я убрал ее челку и поцеловала ее в лоб. Я думаю, что смогу всегда поддерживать тебя. Хотя Юри и Надока были бы более надежными партнерами. Да, я могу представить себя, как они разрешают мне быть домохозяйкой. Мы оба посмеялись. Но ты стал более надежным, понимаешь? Мол, для тебя теперь не странно делать подобные заявления. Теперь я не могу поверить, что ты был таким слабым, наивным неудачником. Это все звучит правдоподобно, потому что это говоришь ты. Человек, который все время говорил что-то подобное. Да, это действительно звучит правдоподобно. Поэтому поверь мне. Она показала ласковую и радостную улыбку. Улыбку, которую я хочу видеть на ее лице всегда. Я снова поцеловал ее. Мы должны пойти домой. Да, пошли домой. Мои документы, все документы улетают со стола! И че окно закрою окно? Так точно, сэр, закрываю окно, сэр! Мы собрали разбросанные бумаги. Спустя какое-то время мы пошли домой. Время уже перевалило за полночь. За полночь. Мы дома! Мы дома! Мы дома! Добро пожаловать назад! Вы сегодня припозднились. Разве автографсессия не должна была закончиться в девять? Да, но потом все вылилось в то, что у нас появились другие дела. Да, конечно, вылилось. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, я не знаю, чем вы там ребята занимались, но отлично поработали сегодня. Так, где наши автографы? А-а-а-а... Не говори мне. Ты не сохранила никаких воспоминаний о первой автографсессии Сэмпая? Извините, мне очень жаль. Перед тем, как я вспомнила это, мы отдали самый последний плакат. Что? И мы этого от вас ждали? А, и мы этого от вас ждали? И я в шоке. В шоке! Я говорю. А-а-а-а... Ах, вам не нужно так сильно беспокоиться. Я имею в виду, для вас двоих я подпишу всё, что вы захотите. Заткнись, ты ничего не понимаешь. Они ценны, когда они были взяты во время события. Перепечатка не имеет никакого смысла. Я не хотела опускаться до такого, но давайте посмотрим в интернете. Верно, я имею в виду, у нас нет другого выхода. Ах, нет объявлений, абсолютно ничего. Как ужасно, как ужасно, что ни один перекупщик не пришёл на мероприятие и чинари. Если бы я знала, что дойдёт до такого, я бы не сдерживала себя. Извините, мне очень жаль. На самом деле, я даже забыла взять один постер для себя. Менталитет фанатов очень сложно понять. Наверное, я нарисую для каждой из них что-нибудь завтра. Я начинаю придумывать план, наблюдая, как Иорина только лихорадочно ищет в интернете мои постеры с автографом. Жаль, что я не могу вернуться назад во времени. Я правда сожалею о своём решении. Что за пиздец у них происходит? Ах, кажется, пора сделать перерыв. Иорина только ушли вместе в салон красоты. А Акирачан осталась в компании и разбиралась с работой, оставшейся за вчерашний день. А это означает, что я буду гораздо реже оставаться один в офисе. Хм. Какие сладости у нас есть в наличии? Налив себе чашку кофе, я начал обозревать интернет и закусывать печеньками. От этого, по правде говоря, становится очень одиноком. Даже если раньше всё у меня было нормально. Ну а сейчас я живу весёлой жизнью вместе с Иорина Токой и Акирачан. Наверное, я должен прогуляться снаружи, чтобы выбраться из этой депрессухи. Я решил выйти наружу и размять свои ноги. О, рейтинг продаж Додзиньси! В списке новостей моего Двиттера появилась ссылка, и я тут же нажал на неё. Совместный комикс, выполненный мной и Надокой, был на самой верхней строчке списка. Ого! Надока просто потрясающая! Так, а что у нас там с рейтингами продаж комиксов, ориентированных на мужчин? Ага. Здесь и Ори. Ну, конечно. Когда я смотрел на таблицу в редакторском отделе в прошлый раз, меня даже в списке не было. Но благодаря Надоке число моих подписчиков уже достигло четырёхзначной величины. И я получил свою первую похвалу от главного редактора. А это значит, что я реально улучшил свои навыки. Но тем не менее... Одной лишь упорной работы недостаточно. Акирачан сказала, что... Сказала мне использовать все возможности, которые появятся на моём пути. Но... Я ждусь с нетерпением, когда эти возможности появятся передо мной. Я должен подняться до их уровня. Не отводя взгляд от чистого неба, я позволил своим ногам нести меня бесцельно. Это место такое же, как и всегда. Хм. Предавшись воспоминаниям, в какой-то момент я был вынужден есть салфетки. И всерьёз размышлял о том, чтобы бросить свою мечту стать мангакой в целом. Хм. Это? На верхушке древнего алтаря, стоявшего рядом с разрушенным кошачьим храмом, лежала манга. Моя копия... Нараэмона! Я начал перелистывать страницу манги, которую раньше читал бесчисленное количество раз. Самое ужасное, что ты можешь сделать, перестать верить в себя. Нараэмон пестрит серьёзной правдой. Мда. Вспоминая то время, я не мог не посмеяться про себя. Да. Если ты хочешь что-то заполучить, ты должен за это бороться. А причина, по которой я пришёл сюда и по которой я нашёл эту мангу здесь... Неужели это как-то опять связано с судьбой? Я задумался и взглянул на свою старую квартиру. Мрёооу! Блэки? Показалась знакомая гибкая фигурка, ковыляющая вокруг моих лодыжек Ого, Блэки, сколько лет, сколько зим Как у тебя дела? Мяу Ты знаешь, я тут размышлял о многом И мне бы хотелось обсудить это с кем-нибудь Что скажешь, Блэки? Мряу? Блэки? Она не реагировала на мой голос Мурлыкая, она плюхнулась на землю и подставила свой животик, чтобы я его погладил Я не мог не засмеяться от очаровательных действий кошки Думаю, ты уже сделала гораздо больше, чем достаточно для меня Блэки связала нашу судьбу вместе Даже боги не могут создать чудеса из ничего Если я хочу чего-то добиться Я буду верить в свою судьбу и сделаю всё возможное Мяу Она облизнула меня в ответ Погладив напоследок Блэки по головке, я встал на ноги Не будь как неродная, хорошо, Блэки? После этого я повернулся к квартире спиной С тобой определённо много хлопот Блэки? Я был уверен, что слышал её голос, но Когда я осмотрелся вокруг, здесь уже никого не было Спасибо, Блэки Я пробормотал слова благодарности в пустоту А потом, не оглядываясь назад, я пошёл домой О, Ичи, ты вернулся! Где ты был? Ты не оставил ни записку, ни что-либо ещё Просто вышел на улицу, чтобы немного размять свои ноги Фа, Ичи Нари Это ужасно, всё ужасно Так вышло, что наша обычная леди заболела Да ладно, из-за этого плакать не стоит О, это, наверное, сильно тебя напугало Ну, ну Иори прыгнула в мои объятия Я обвел её руками и погладил по голове Благодаря их присутствию, изначально тихая, одинокая комната Тут же превратилась в тёплое, радостное местечко Моё сердце раздулось в груди так сильно, что даже возникло такое чувство Будто оно сейчас лопнет от волнения Эй, девчата Я хочу поговорить с вами о кое-чём Можете выслушать меня? Ты чего-то заговорил таким серьёзным тоном Я сделаю всё, о чём ты попросишь, сэмпай О, ты ведь не собираешься расстаться с нами, да? Это как-то прям как снег на голову Как ты мог? Р-р-р-р-растаться? Нет, всё кончено Моя жизнь кончена Всё хорошо, Иори-сан Он, наверное, должен сперва озвучить парочку других условий, верно? Не-не-не-не-не-не, речь вовсе не об этом. Я виноват в том, что создал такое впечатление. Пожалуйста, успокойтесь. Отчаянно пытаюсь успокоить трёх плачущих девушек, я кое-как смог уладить это недоразумение и усадил их всех на диван. Видите ли, я уже довольно давно мучительно размышляю над тем, для чего я на самом деле рисую мангу. И в общем, я хотел бы узнать ваши точки зрения. Что? Так вот в чём дело, слава богу. Ты такой жестокий, сэмпай. Ты должен был сказать об этом с самого начала, серьёзно. Простите, что вёл вас в заблуждение. Подавив желание сказать им о том, что они сами неправильно истолковали мои же слова, и придерживались этого, я быстро извинился и продолжил. В общем, недавно я начал работать как ассистент Иори. Но учитывая тот факт, что людям очень нравится моя работа, и это заставило меня задуматься об этом, да мне правда очень нравится рисовать мангу. И чинари? Учиться у Иори иметь возможность рисовать с надокой, и то, что Акирачан управляет бизнесом ради меня. Вы сделали для меня возможным то, что мою работу считает гораздо большее количество людей, чем когда-либо ранее. И я осознал, как же здорово приносить радость людям. Сэмпай. Наблюдая за выражением их лиц, я начал медленно преобразовывать свои внутренние чувства в слова полные конкретики. Но преобразит уж окончательно он это всё в следующий раз. И сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!